привет друзья сегодня мы с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня тема нашего ролика будет строительство правильные будки схема строительства но прежде чем я расскажу о том как выглядят правильные будки я хочу вам порекомендовать одного очень солнечного блогера название канала но на ю тубе у нее звучит зайка милашка 41 ссылку вы можете найти к описанию к ролику обязательно сходите посмотрите рекомендуемый мной сейчас ролик именно почему потому что как раз это будет привязаны к строительству нашей будки там на этом канале еван именно в этом ролике рассказывает о том как поменять правильно инстексицидный ошейник который уничтожает не уничтожает даже а пугивает насекомых почему это именно правильно привязано к нашу строительству нашей будки потому что когда вы застилаете туда даже в зимний период солому до в качестве постилки то теплом своего тела собака пробуждает вот тех клещей которые могут нанести очень такой плохой вред наш собаки поэтому нужно применять средства для того чтобы отпугивать насекомых каких-то да ну и вот как раз его своем ролике рассказывает вот о таких средствах как правильно одевать такое средство описание вы можете найти ссылочку к описанию к ролику поэтому все пожалуйста всем прошу а тем более канал очень светлый и очень теплый а теперь давайте перейдем непосредственно к тому как должна выглядеть утка я неоднократно говорил о том что на стримах на вебинарах где-то в своих роликах о том что заход у будки должен быть в виде улитки вот не стали поступать вопросы как это видео улитки это должно все выглядеть и что за улитка смотрите суть в чем заключается суть в том заключается что собака по сути по своей она не боится холода она боится сквозняка поэтому прямой поток ветра как таковой он будет вреден для животного поэтому вот как мы в мультиках где-то видим где-то во дворах до собаки находятся же проживает в будках обыкновенные где вход прямой вот такой до тряпкой там хорошие хозяева могут занавесить что-то тряпкой то это в корне неправильно сейчас за моей спиной вы видите чертежи правильных будок да то есть вот собака заходит прямо потом как минимум поворачивает налево или направо в зависимости от расположения вашего дома смотрите вот это и называется вход улитка то есть даже если будет прямой поток воздуха он не будет за задуваться в будку и даже тряпку которую у нас собаки в основном срывает особые занавешивать не надо то есть берете просто соломой заталкиваете набиваете полностью будку и для чего нужна крышка для того что это солому нужно менять периодически понимаете еще раз повторяю что солому именно не сена а почему не сена потому что сена это вот листики на на стебле это сена до высохшая она когда при механическом воздействии она превращается в труху до собака с улицы когда заходит она может занести с собой снег который начнет таять или по весне на служи придет с мокрыми лапами да и вот это вот трухан будет впитывать влагу понимаете в чем дело солома этого делать не будет то есть это стебли а полые стебли и и не надо рассказывать и бояться за свою собаку что там кто-то наколется никто ничего не наколется никогда в жизни на селе на сене но в сено влагу впитывать не будет вот для этого нужна крышка ровно для того чтобы вы могли заглянуть почистить если у вас сука допустим которая родить щенков вы всегда можете в должный момент просто в нужный момент проследить что там с вашими щенками происходит что там в будке происходит ни в коем случае в качестве подстилки не используйте тряпки которые точно также впитывают влагу понимаете но еще раз говорю что если вы будете использовать солому именно солом я рекомендую использовать а то применяйте специальные средства для того чтобы избавиться от насекомых потому что зимой даже вы приносите солому тепло наших животных тела животных будет клещей да и посреди зимы вы можете получить такое заболевание допустим как пироплазмоз да ну я не буду еще там кучу всевозможных приводить заболеваний вы просто должны обработать свою подстилку своего животного одеть какой-то противоклещевой противоблошиный ошейник как именно одеть этот ошейник и какие они бывают в своем ролике рассказывает его пожалуйста переходите по ссылочке к описанию к ролику ну и также давайте еще немножко поговорим о расположении в будке то есть смотрите а будку мы должны расположить в тени где-то в тенечке да то есть чтобы прямого все даже и очень для чего чтобы не стоял на солнцепёке чтобы собака летом могла спрятаться чтобы выход у будки был прямой видимости где-то ограды ворот потому что все хищники а всегда спиной к дому ложатся да и мордой к выходу для того чтобы наблюдать и ей собаки будет это очень удобно поэтому вот простые правила схема находится за мной а по размеру будки смотрите очень много формул всевозможных приведено собственно говоря у нас в интернете но по своему опыту могу вам сказать что если у вас крупная сама любая абсолютно собака а чтобы она стояла в полный рост 10 сантиметров было как минимум над собакой да и если собака ложится в будке то она должна вытянуть лапы все вот примерно соблюдайте вот эти вот размеры и будет вам счастье а с вами был канал я ему и хвост я его автор и ведущий алик за моей спиной вы видите а схему правильного строения будки и еще немаловажный такой момент будка должна быть чуть-чуть приподнята над землей до а чтобы сырость вот это не шла но обязательно должно быть гидроизоляцией если вы поставите ее там на какой-то фундамент виде нескольких кирпичей это будет еще дополнительным плюсом все что я хотел вам сказать он был канал я и мой хвост его автор и ведущий олег заслужите доверие заслужите уважение у вас все получится спасибо